Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Итоговое повторение задания 154. Найдите, при каких значениях переменной выражение имеет смысл. Пункт А. Корень квадратный из х в квадрате плюс 8х плюс 16 в минус первой степени. Ну, выражение подкоренное должно быть больше либо равным нулю. Это первое. Второе. Обрати внимание на то, что в скобках у нас квадрат суммы двух чисел. Причем первое число х, второе число 4, значит, х плюс 4 в квадрате и в минус первой степени должно быть большим либо равным нулю. Теперь распишем это как отрицательную степень. Это будет равно 1 разделить на знаменателе х плюс 4 в квадрате. И это больше либо равно нулю. Знаменатель дроби не должен быть равен нулю, а равным нулю он будет при х, равном минус 4. Во всех остальных случаях знаменатель дроби будет положительным, а следовательно, наше неравенство будет выполняться. Значит, ответом будет х не равно минус 4. Или это можно записать как объединение двух открытых лучей от минус бесконечности до минус 4. Открытый луч, знак объединения. И еще один открытый луч от минус 4 до плюс бесконечности. Пункт В. Корень квадратный из минус х в квадрате плюс 2х минус 3 в минус первой степени. Подкоренное выражение должно быть большим либо равным нулю. Тогда запишем это подкоренное выражение. Единица разделить на минус х в квадрате плюс 2х минус 3 должно быть большим либо равным нулю. Ну, равным нулю это выражение не будет никогда, потому что числитель не равен нулю. А знаменатель, ну и теперь, а большим нуля, оно будет тогда, когда и знаменатель тоже больше нуля. Значит, отсюда следует, что минус х в квадрате плюс 2х минус 3 должно быть строго больше нуля. Равным нулю тоже не может быть, знаменатель не должен быть равным нулю. Ну, и нам, получается, нужно решить такое квадратное неравенство. Мы умножим его на минус единицу, получим равносильное квадратное неравенство х в квадрате минус 2х плюс 3. Но только нам нужно знак неравенства поменять на противоположный. Если было больше нуля, то теперь меньше нуля. И найдем решение такого неравенства. Решение этого неравенства будет решение первого неравенства. Найдем корни квадратного трешлена. Воспользуемся теоремой Виета. х первое равно 3, х второе равно минус единица. Произведение а нет плюс единица. Произведение равно… Нет, не так. Это неверные корни. Так, ну и раз не удалось по теореме Виета найти корни, тогда найдем корни обычным способом. Для этого вычислим дискриминант. Дискриминант будет равен минус 2 в квадрате 4, минус 4, а это единица, С это тройка. Получаем 4 минус 12 минус 8. Дискриминант отрицательный. Ну и тогда для решения такого уравнения мы вспоминаем теорему. Если дискриминант отрицательный, а старший коэффициент в данном случае положительный, то для любых х выполняется неравенство х в квадрате минус 2х плюс 3 больше нуля. А следовательно, не выполняется наше неравенство. И тогда ответом будет нет решений. Нет решений. А раз нет решений, то выражение в пункте В не имеет смысла. Ни при каких значениях х не имеет смысла. Пункт В. Корень квадратный из х в квадрате плюс 6х плюс 10. Так, подкоренное выражение х в квадрате плюс 6х плюс 10 должно быть большим либо равным нулю. Тогда решим это неравенство. Найдем корень квадратного трехчлена. Начнем с дискриминанта. 36 минус 4 АС. И здесь мы получаем минус 4, отрицательный дискриминант. Старший коэффициент здесь у нас больше нуля. Следовательно, для всех значение х выполняется, по теореме, выполняется неравенство х в квадрате плюс 6х плюс 10 больше нуля. А вот равным нулю это быть не может. Поэтому наше неравенство выполняется при любых значениях х. То есть ответом будет от минус бесконечности до плюс бесконечности решения этого неравенства. И следует записать, что выражение имеет смысл при любых х. При любом х. Так, и пункт Г. Корень квадратный из минус х в квадрате плюс 2х минус 1. Минус х в квадрате плюс 2х минус 1 должно быть всегда большим либо равным нулю. Обратим внимание, что у нас... Ну, давайте умножим на минус 1. Получим х в квадрате минус 2х плюс 1. Знак неравенства тоже нужно поменять на противоположный. В левой части у нас квадрат разности двух чисел х минус 1 в квадрате меньше либо равно нулю. А такое неравенство выполняется в единственном случае. Левая часть никогда не становится меньше нуля, потому что в левой части квадрат числа. А вот равный нулю она может быть только в том случае, когда х равно 1. Значит, при х равном 1 имеет смысл данное выражение. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите...